Люди на протяжении всей истории стремились к богатству, а также пытались раскрыть секрет бессмертия. Этим же занимались и представители одного очень древнего и таинственного учения. Это 10 интересных фактов про алхимию. Алхимию можно назвать чем-то вроде очень примитивной химии. Она не была наукой в классическом современном понимании этого слова, а была смесью различных магических учений, идей и понятий. Появилась алхимия примерно во втором веке нашей эры в Александрии, то есть в Египте. Образованные люди, жившие там в то время, находились под влиянием идей древнегреческого философа Аристотеля о том, что все в нашем мире состоит из четырех первоэлементов – воды, огня, воздуха и земли. Считалось, что определенными способами можно изменить соотношение тех или иных первоэлементов в том или ином веществе и тем самым полностью изменить его свойства. Другими словами, из какого-то дешевого и бесполезного материала с помощью определенных манипуляций можно сделать какой-то дорогой и очень нужный материал. Алхимия в Александрии находилась под влиянием не только идей Аристотеля, но также впитала в себя понятия и идеи из иудаизма, египетских и арабских мифов, а также изучений Востока. В итоге получился такой нереальный коктейль из самых разных магических практик, связанных одной главной идеей – трансформации чего-то неблагородного во что-то очень благородное. Причем речь шла не только о физических материях, например, о металлах, но и о человеческой душе. Алхимия разделялась на два типа – внешняя алхимия и внутренняя. Внешняя занималась вопросами о том, как сделать из свинца или ртути золото, а внутренняя стремилась к тому, чтобы сделать душу человека более совершенной и чистой. Большую часть времени своего существования алхимия практиковалась только на Ближнем Востоке и в арабском мире, но никак не в Европе. В Европу же алхимия стала проникать в начале 12 века после того, как первые крестоносцы отправились отвоевывать у мусульман Святую Землю. Между Европой и Ближним Востоком началась торговля и культурный обмен, и вместе со всем этим алхимия попала с Востока на Запад, где сразу же обрела огромную популярность и продолжила свое развитие. Стоит сказать, что арабские алхимики очень уважали и почитали древнегреческих мыслителей и ученых, и поэтому брали себе в качестве псевдонимов греческие имена. Так вот, когда алхимия попала в Европу, то уже европейские алхимики стали брать себе в качестве псевдонимов арабские имена, так как считали их родоначальниками этого учения. Это было данью уважения к предшественникам. Древние алхимики считали, что существует некая субстанция, которая поможет им достичь всех целей. Они называли ее философским камнем. Считалось, что его можно создать из определенных компонентов, которые нужно смешать друг с другом в определенных пропорциях и при определенных обстоятельствах. Философский камень, как верили алхимики, был способен превращать любые металлы в золото, исцелять любые болезни и, что самое главное, давать человеку вечную жизнь, делая его бессмертным. Рецепт изготовления философского камня был неизвестен, и алхимики как раз таки занимались тем, что его искали. Никто, конечно же, в этом не преуспел, хотя существовало большое количество шарлатанов, которые заявляли, что все же якобы его нашли, но не хотели делиться секретом его создания с другими людьми. Стоит также отметить, что хоть философский камень и называется камнем, но в представлениях алхимиков это скорее была некая вязкая, похожая на воск, желтая или красная субстанция, а кто-то полагал, что это и вовсе должен был быть порошок. Считалось, что добавление небольшого количества этой субстанции в расплавленный металл превращало его в золото, а прием небольшого количества субстанции внутрь делал человека бессмертным и здоровым. Алхимические опыты были самыми разными. Алхимики выпаривали свою мочу в надежде получить из нее золото, смешивали кровь с конским навозом, мариновали лягушек, а потом выливали этот маринад в кипящий металл и так далее. То есть они смешивали все со всем, пытаясь выявить то, как те или иные материалы взаимодействуют друг с другом. Все эти опыты часто сопровождались заклинаниями, обрядами, ритуалами и молитвами. Считалось также, что для осуществления правильной трансформации нужно было ее проводить в строго определенный час, в строго определенный день. И поэтому, если опыт по превращению конского навоза во что-то полезное оказывался неудачным, то алхимик продолжал делать то же самое, но уже, например, в полночь или на рассвете. Если снова не получалось, то он шел химичить на вершину горы, а если не получалось и там, то отправлялся, например, на могилу, где был похоронен младенец, предполагая, что это как-то может помочь. То есть все эти опыты в большинстве своем были абсолютно бессистемными, и алхимики полагались только на метод тыка. И у каждого из таких алхимиков был собственный подход, которого они и придерживались во время своих изысканий. Кстати, очень часто алхимики умирали раньше положенного из-за проблем со здоровьем, возникших в связи с их опытами. Чаще всего их лаборатории находились в подвалах и других плохо проветриваемых помещениях, из-за чего они постоянно дышали разными вредными испарениями и парами ртути. Также они зачастую употребляли те или иные препараты и пили ртуть в надежде на то, что они окажут на них тот или иной позитивный эффект. Это все, конечно же, не способствовало продлению жизни, а наоборот укорачивало ее. Алхимики часто записывали результаты своих исследований, но каждый порядочный алхимик всегда держал все эти данные в секрете от других людей, так как опасался того, что его труды могут быть украдены и использованы кем-то другим. Поэтому алхимики очень часто шифровали все свои записи с помощью самостоятельно придуманных шифров, а также нарочно добавляли в них дезинформацию, чтобы ввести в заблуждение того, кто мог выкрасть эти бумаги. Поэтому все связанное с алхимией всегда было окутано ореолом мистики и таинственности. Кстати, дополнительную мистичность алхимии придают названия некоторых простых и вполне реальных веществ. Например, известный нам сейчас сульфид серы алхимики называли кровью дракона, а измельченный до состояния порошка свинец носил название черный дракон. Но были и другие ингредиенты, которых в природе на самом деле не существует, но алхимики считали, что они есть. Например, в одной старинной книге по алхимии есть рецепт вещества под названием испанское золото. Это вещество готовится из уксуса, человеческой крови, меди, а также измельченных костей василиска. Это такое мифическое существо, похожее на огромную змею с ногами, и которое может убивать своим взглядом. Так вот, чтобы поймать и измельчить василиска, его сначала нужно было где-то найти, но алхимик, написавший эту книгу, предоставил способ, с помощью которого, как он утверждает, василиска можно создать самому. И это очень просто. Для этого нужно, чтобы два петуха, то есть два самца, совокупились между собой, и кто-то из них отложил яйцо. Это яйцо нужно было каким-то образом подкинуть гадюке, чтобы та его высидела и помогла вылупиться птенцу, который и станет впоследствии василиском. Можете попробовать сами. Как я уже говорил ранее, алхимики стремились к тому, чтобы найти способ превращать дешевые металлы в золото. В связи с чем, опыты алхимиков нередко привлекали внимание монархов. Зачастую короли или просто богатые люди соглашались финансировать алхимиков на протяжении долгого времени, взамен на то, что алхимик в будущем, найдя секрет создания философского камня, поделится им. Иметь придворного алхимика в средневековой Европе было модно, и этим очень часто пользовались шарлатаны. Было множество псевдо-алхимиков, которые приходили к богатым людям и убеждали их в том, что они уже на грани открытия секрета философского камня, показывая те или иные фокусы. Монархи велись на это и приглашали алхимиков жить в свой замок, выделяя в его распоряжение лабораторию и крупные суммы денег на исследования. Исчерпав доверие своего спонсора, шарлатаны под покровом ночи собирали свои монатки и убегали из замка в другой город, чтобы там снова кого-нибудь развести на бабло. Золото такое дорогое, потому что оно редко, и на земле его очень мало. Средневековые монархи это хорошо понимали, и поэтому они не хотели, чтобы какой-то алхимик вдруг нашел способ получать бесконечное количество золота, ведь тогда эти монархи бы потеряли свою власть. Поэтому правители многих европейских государств в конце концов объявили алхимию в своих странах незаконной, либо же требовали того, чтобы алхимией занимались только лицензированные алхимики, которые, как правило, работали на этих самых монархов. Им было невыгодно, чтобы в их стране этим занимался кто-либо еще. Поэтому тех алхимиков, которые не имели лицензии, но все равно продолжали свои изыскания, часто арестовывали и казнили. Алхимией занимались и некоторые из тех, кого сейчас мы считаем великими учеными, которые внесли большой вклад в науку. Например, алхимией очень увлекался Парацельс, живший в 16 веке. Он трансформировал медицину того времени, пересмотрев многие ее положения, возникшие еще в Древней Греции и доказавшие свою неэффективность. В средние века, например, очень распространенной практикой было прикладывание коровьего навоза к ранам человека, так как считалось, что это способствует заживлению. Парацельс же резко выступал против этой практики, так как подозревал, что это увеличивает вероятность заражения этой раны, в чем был абсолютно прав. Также алхимией очень увлекался великий английский физик Исаак Ньютон, который основал современную физику. Причем интересно то, что своим оккультным практикам, в том числе и алхимии, он придавал гораздо большее значение, чем настоящим научным опытом и открытием. Это говорит о том, что даже великим ученым свойственно ошибаться. Алхимики так и не смогли создать философский камень и научиться превращать свинец в золото. Приверженцы этого учения постепенно приобрели в обществе дурную славу, и примерно в 18 веке алхимия исчезла, ее перестали практиковать. Но она сыграла свою роль в развитии человечества. Нельзя сказать, что современная химия возникла благодаря алхимии, однако все же некоторое позитивное влияние алхимия все-таки оказала, так как кое-какие наработки и открытия алхимиков позже были использованы настоящими учеными-химиками. Также алхимики сами открыли некоторые полезные вещества и их свойства. Например, благодаря им были созданы некоторые красители. А также именно алхимик впервые выделил фосфор путем выпаривания своей мочи. И он очень хорошо на этом нажился. В своем видео про химию я рассказываю об этом подробнее. Ребята, если вам нравится мой канал и вы хотите его поддержать, то поделитесь этим роликом с друзьями. А также не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. А в продолжении темы советую вам посмотреть мои видео с интересными фактами про химию и про средневековье. Ссылки на эти ролики, как обычно, будут прямо на экране. А на этом все. Ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Я их все всегда считаю. Также подписывайтесь на мой инстаграм и вступайте в группу вконтакте. Все ссылки в описании. Спасибо вам за просмотр. Будьте адекватны и разумны. С вами был Демиос. Пока.